Девушки отдыхают Ему предстоит сейчас показать всем, представить на суд зрителей и судей свою произвольную программу. Красивое музыкальное сопровождение выбрано для произвольной программы. Это вальсы. Вальсы Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Михала Дисплата. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Потому что, конечно, надо соответствовать Надо соответствовать этому быстрому темпу Надо соответствовать характеру Очень красивая программа Ну и, знаете, конечно, вспоминаем сразу Оксану Домнину, Максима Шабалина У которых произвольный танец, как раз вальс, маскарад Они здесь отсутствуют из-за травмы Максима Но все-таки вальс, маскарад мы услышали здесь Главная проблема Джерри Мэбботта это аксель С недокрутом он исполнил четверной прыжок И вот как раз мы с вами видим аксель в его исполнении И падение 3,5 не покорились ему сегодня Джерри Мэбботт заменил Ивана Лисачика Который сломал руку и не приехал сюда на чемпионат мира Хотя выиграл, можно сказать, выиграл вместе с Джонни Вейером национальные отборы Иван Лисачик Набрали одинаковое количество баллов они на чемпионате Соединенных Штатов Ну а Джерри Мэбботт был четвертым Бронзовый призер прошлогоднего турнира четырех континентов Дина очень хорошая подготовка Он хореографически одаренный фигурист Очень талантливый Ну и вот эта хореографическая одаренность, конечно, была отмечена американскими тренерами Которые его даже приглашали в танцы Он три года выступал в танцах, катался в паре Также он пробовал себя и в парном спортивном катании Но с наименьшими, наверное, успехами, а в итоге решил, что будет выступать в одиночном разряде Ну он молодец, что он не стал срывать прыжки, как бывало раньше Потому что порой он просто-напросто пропускал Пропускал, то есть или прыгал, воздваивал То есть вместо тройных двойные, делал бабочки Здесь, за исключением Акселя, достаточно неплохой прокат На данный момент у нас лидером в произвольной программе остается Адриан Шульхайс Шведский фигурист, 127.94 Лучший результат Джереми Эббота значительно выше 145.53 Показанный на турнире четырех континентов в этом году, где он занял пятое место Сейчас мы узнаем его оценки А на льду уже Сергей Воронов, который разминается перед своим выступлением, раскатывается Ну что, за технику 67.45 Это меньше, чем у Адриана Шульхайса Но зато почти 10 баллов американец выигрывает у шведского фигуриста за компоненты Вы представляете? Два балла с него сняли Один балл за падение И Один балл, пока не могу сказать, за что еще один балл с него сняли Но тем не менее Тем не менее, он занимает первое место сейчас на данный момент Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!